Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». 11.05 в Кирове. Это программа «Дневной разворот». Как всегда, по средам Светлана Занько, Владимир Смитальевна. Здравствуйте, приветствуем вас. И в который раз уже поздравляем с наступающим Новым годом. 25 декабря сегодня. Католический мир празднует Рождество. Санта-Клаус в Россию не приедет. Я вчера слушала всю новостную ленту. Санта-Клаус не приедет в Россию. Что-то жаль. Зато Дед Мороз вчера побывал. Нисколько не жаль. Да, ну ладно. Не этой темы сегодняшнего нашего разворота. Давай сразу обозначим нашим слушателям, что вы можете нас не только слышать сейчас в эфире, но также и видеть прямую трансляцию на сайте хакирова.ру. Напоминаю, телефоны 708-502, номер телефона прямого эфира. И всем этим вы можете воспользоваться. При обсуждении нашей сегодняшней темы... А тем у нас много будет. Тем у нас будет много, да, потому что у нас в студии сейчас губернатор Кировской области Никита Юрьевич Белых. Добрый день, Никита Юрьевич. Добрый день. Еще и председатель правительства Кировской области. Да. И мы будем обсуждать пресс Санта-Клауса или нет. Хорошая тема, кстати, для обсуждения. Наверное, не сегодня все-таки. Два часа. Давай расскажем про регламент нашей сегодняшней работы. У нас достаточно много поступило вопросов на сайт, потому что мы анонсировали нашу сегодняшнюю встречу. Вопросы сайта мы будем зачитывать с Володей в течение программы, в течение первого часа, по большей части. Если вопросы, сразу говорю, если вопросы касаются, может быть, не в прямую деятельности Никиты Юрьевича Белых, а есть специалисты, которые могут более конкретно на них ответить, мы прямо будем говорить, что передаем их тому-то и тому-то. Все вопросы будут переданы, поэтому не волнуйтесь. В первом части будем задавать свои вопросы, которые мы с Владимиром подготовили, и вопросы с сайта, как я уже сказала. А во втором часе вы как раз сможете воспользоваться телефоном 708-502 и позвонить в прямой эфир, задать свои вопросы нашему губернатору. И еще раз напоминаю, если вопросы какие-то частные, в вашей конкретной квартире отключили газ прямо сегодня, или вы не смогли выехать, как я, нынешним утром с парковки, то давайте, пожалуйста, эти вопросы как-то в другой эфир. Но мы не то, что, да, отбрыкиваемся, что называется, от этих вопросов, просто, ну, это действительно важно, но, увы, зачастую на это тратится очень много времени, и время вот уходит. У нас достаточно эфиров и достаточно гостей, которые более конкретно и подробно смогут на ваши частные вопросы ответить. Так что не обижайтесь. Итак, второй час, прием звонков в прямой эфир. А первый час начинаем с того, что мы подготовили. Да, вопросов действительно много поступило на наш сайтах, акирова.ру. В том числе пришел целый рассказ, трагичный рассказ о ситуации, непростая сложилась с жителем Вятских Полян. Зовут его Алексей Сапигин, молодой мужчина, 35 лет, у него инсульт, впал он сейчас, находится в коме. Автор письма говорит о том, что медики не успели оказать экстренную помощь, и вроде как состояние не слишком хорошее. Обязательно мы эту историю передадим Никите Юрьевичу. Да. Начнем вот с чего. Поскольку двухчасовой эфир, поскольку конец года, и так принято подводить итоги, и мы это делаем активно уже в течение последней недели, и на следующей неделе будем продолжать. Такой же вопрос обращаем и к вам, Никита Юрьевич. Давайте подведем, может быть, итоги этого года, или можно взять более объемные пятилетние работы в Кировской области. Вот мы хотим конкретизировать и предложить вам выбрать три пункта, что у вас по проектам может быть, что у вас получилось сделать за это время, вот чем вы гордитесь, три таких пункта, которые можно обозначить, это однозначно достижение, и вы здесь приложили руку, чем гордитесь. И, может быть, что не получилось, по каким причинам, тоже вот три пункта, три неудачи, так скажем. Мы хотели пять или даже десять, но договорились. Можно говорить тогда два часа, да, по пяти. Да, на самом деле, как человек, который тоже имеет некоторый опыт журналистской, в том числе, радийной деятельности, два часа – это только, на первый взгляд, большой объем времени. Поэтому, если я буду как-то растекаться мыслью под реву, вы меня ограничиваете, потому что, подводя итоги или говоря о планах, можно потратить все время, которое на это выделено. Значит, я постараюсь тезисно, может быть, будет больше трех, но, тем не менее, то, что я считаю действительно важным. Я действительно горжусь проектом поддержки местных инициатив, которые мы реализуем в Кировской области вот уже четвертый год. Может быть, для жителей Кирова это не самый близкий и понятный проект, но в рамках области это действительно одно из самых масштабных начинаний. Я могу сказать, что на сегодняшний момент реализовано около тысячи проектов. Тысячи проектов, в которых приняло участие сотни тысяч граждан нашей области. Можем отдельно потом поговорить про характеристики этих проектов. Второе. Я бы, наверное, выделил все, что связано со строительством, реконструкцией, достройкой тех или иных объектов. Я считаю, что достаточно много было сделано. В том числе спортивных. Да, было достаточно много сделано и в плане завершения строек, в том числе долгостроев, и Ледовый дворец, и Дворец единоборств, и Театр кукол, и ряд других объектов. Плюс начали строиться новые объекты. Отдельно можно сказать и про спортивные сооружения, которые не строились, собственно, с 80-х годов. Отдельно считаю, что заслуживает внимание проект, который мы начали реализовывать в 2011 году, в конце 2011 года. Проект «Служебное жилье». Считаю очень важным проектом, который необходимо дальше продолжать, тиражировать, масштабировать. Таких примеров в России нет или практически нет в том виде, в каком мы это реализуем. И я считаю, что это как раз пример удачного проекта. Это не только Киров, да? Это и районный город. Может быть, даже не столько Киров. Это проект, который реализуется в целом по области. Более того, когда строится новое жилье в тех территориях, где последние 25 лет не строилось вообще ничего. То есть понятно, что это помимо содержательного значения по предоставлению служебного жилья работникам бюджетной сферы, имеет еще некое такое символическое значение, когда в небольших городах, где уже забыли, что такое новые стройки, то есть идет строительство жилья. Достаточно много было сделано в части создания новых мест в детских садах. И здесь также речь идет как о реконструкции, так и о новом строительстве. И в частности в Кирове я напомню, что впервые за 20 лет начали строиться новые детские сады. Не просто реконструироваться или возвращаться из частного какого-то оборота, но и реально строятся с нуля детские сады. В области сейчас достаточно активно вводятся новые места в детских садах. Если говорить о каких-то формальных показателях, то в 26 районах Кировской области сейчас нет очереди в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет. Сейчас эта категория на федеральном уровне учитывается. Можно отметить и работу по повышению заработных плат, и дорожное строительство, и рост инвестиций, и демографические показатели, которые пока еще, наверное, далеки от желаемых, но тем не менее динамика наметилась и наметилась очень неплохая. Если говорить о неудачах, они, конечно, тоже были. Были неудачи, связанные, может быть, с какими-то системными вопросами. Я считаю, что действительно есть и были, точнее, серьезные недоработки в части кадровой политики. Я думаю, можем на эту тему еще поговорить. Недоволен я тем, как реализуются некоторые проекты, особенно те, где область физически не задействована. То есть, когда речь идет о федеральных проектах, где и заказчиком, и подрядчиком являются федеральные структуры. Давайте конкретизируем. Ну, там, та же Росплазма, тот же аэропорт Победилова. То есть, с одной стороны, мы, очевидно, являемся интересантами этих проектов. Это реализуется на нашей территории, это реализуется для Кировской области. Но степень нашего влияния на эти процессы там крайне невелика. Я напомню, что проект реконструкции аэропорта начался еще в 2006 году, в 2008 году он был заморожен. Я несколько лет потратил на то, чтобы добиться разморозки этого проекта. Вы знаете, что с точки зрения аэропортового строительства был сделан акцент на объекты Сочи, Владивосток, АТС. И вот такие проекты. Тем не менее, в 2011 году нам удалось добиться выделения средств. Ну и, собственно говоря, сейчас конец 2013 года. Мы только-только сдаем объекты. То есть, поскольку этот объект сложный, отдельно светосигнальное оборудование, отдельно патрульно-рулежные полосы. Сегодня как раз, кстати, приезжает генподрядчик, который вместе с моими замами просто идет по полосе. То есть, что сдано, что не сдано, что еще предстоит сделать. Но, в любом случае, начиная с начала следующего года, мы уже можем принимать большие самолеты. Но, тем не менее, это проект, который, на мой взгляд, должен был реализоваться, ну, как минимум, на год раньше. По Росплазме ситуацию тоже мы неоднократно обсуждали. Я этот вопрос обсуждал и на уровне вице-премьера Ольги Юрьевны Голодец, и на уровне министра здравоохранения. Сейчас закончена, наконец, аудиторская работа, экспертиза по поводу того, что сделано. Надеюсь, что в следующем году деньги на завершение строительства будут выделены. А там предстоит еще очень немало сделать. Даже нормы изменились с тех пор, как этот проект начал реализовываться. А там речь о какой сумме идет еще? Не хватает? О, достаточно большой. То есть, я думаю, что речь пойдет в общей сложности о сумме не менее 5 миллиардов рублей. То есть, может быть, даже больше. Все будет зависеть от того, какое оборудование все-таки будет стояться. Потому что часть оборудования уже была закуплена. Часть оборудования, более того, уже морально устрела. Это та сфера, в которой очень быстро идет модернизация и обновление. И решение, которое примет Министерство здравоохранения и Федеральное медико-биологическое агентство. Либо использовать то оборудование, которое есть, или все-таки приобретать новое. Это то, что существенно может повлиять на цену вопроса. Также есть ряд проектов, которые реализуются с участием, прежде всего, средств областного бюджета. И с каким-то участием федеральных средств по ряду проектов тоже у нас идет задержка. Это и промпарк небезызвестный Вятских полянов. И я напомню, что он должен был быть сдан до конца года. Значит, сейчас срок стоит конец первого квартала. Отдельные крупные проекты с участием федеральных средств – это путепровод в чистых прудах. То есть здесь до конца еще нет решения по поводу выделения средств. Точнее, общее решение о том, что средства надо выделять есть. Но в федеральном бюджете строчки этой нет. Поэтому мы приняли решение все-таки этот проект начинать реализовывать совместно область и город. Но понятно, что учитывая объемы и состояние бюджетов, этот процесс будет значительно затягиваться. Поэтому если говорить про проекты, есть проекты, по которым идут задержки. Наверное, нет ни одного проекта, по которому можно было сказать, что он был неправильный, неверный, и его не нужно реализовывать. И более того, я не сомневаюсь, что все те проекты, о которых я говорил, не будут реализованы. Но будут реализованы по срокам отличным от тех, что планировалось ранее, либо нами, либо федеральным центром. Подожди, это было два пункта. Кадровая политика. У нас будет вопрос как раз по кадровой политике. Федеральные проекты, крупные стройки – это вторая, так обозначим, неудача, может быть, за этот период времени, будут работать, проводиться по этим проектам. А третья неудача какая? Я думаю, что если мы будем говорить про проекты и связанные... Проекты покрывают все, да? Можно разом бить. Конечно, да. Давайте тогда кадровые политики. Вот буквально вчера на утреннем совете депутаты ЗАГСобрания рекомендовали включить в повестку заседания ЗАГСа вопрос с предложением наказать двух ваших заместителей, Георгия Мачехина и Александра Горскина, как раз по неисполнению правительством поручений областного парламента. И здесь упоминался промпарк в Яцких Полянах. Вопрос. Будете наказывать своих заместителей? Или, по крайней мере, прислушаетесь? Мы всегда прислушиваемся к мнению законодательного собрания. То есть надо понимать, что областной парламент это не просто отдельные персоналии. То есть это представительный орган власти, избранный населением нашей области. Поэтому я пока не знаю, какова будет формулировка на завтрашнем заседании. Я как раз думаю, что на самом заседании точно нет смысла каким-то образом пикироваться, обсуждать. Мы примем к сведению те предложения, которые будут выдвинуты законодательным собранием. Естественно, по каждому из вопросов, которые будут обозначены или поставлены в претензию к указанным заместителям, будут рассмотрены отдельно. Ну и думаю, что по итогам рассмотрения мы проинформируем законодательное собрание и общественность о принятых мерах. То есть будет известно это завтра? Продолжаем. Завтра будет известна формулировка. Сложно сказать. Дело в том, что, строго говоря, юридически такой нормы, как выражение недоверия... С механизма такого не существует. Да, но тем не менее было бы глупо встать в формальную позу и сказать, что вы принимаете решение, а мы формально на него можем не реагировать. Нет, мы будем реагировать, то есть мы, безусловно, все те предложения и претензии, которые будут высказаны, будем рассматривать. Когда у вас была пресс-конференция по итогам первого года губернаторства, вы оценивали работу своего правительства как удовлетворительную. А сейчас говорите, что были в течение этих пяти лет какие-то промашки, минусы в кадровой политике. Сейчас как оцениваете работу правительства? На какую оценку? Понимаете... Не обязательно по пятибалльной шкале. Вот я просто об этом и хотел сказать, что иногда бывают некоторые несостыковки, связанные с тем, что кто-то продолжает со времен школы оценивать по пятибалльной шкале, и в этом плане удовлетворительно. Это такая оценка не самая, наверное, хорошая. В то же время, когда речь идет о деятельности, либо об оценке деятельности органов власти, как правило, оценка удовлетворительна и неудовлетворительна, то есть по работе. Я поэтому могу сказать, что я по-прежнему оцениваю работу как удовлетворительную. Это не означает, что нет проблем, нет претензий, нет замечаний. Огромное количество. То есть у нас, будем говорить, редкое аппаратное совещание или редкое заседание правительства обходится без очень серьезных разговоров и претензий по отношению к отдельным членам правительства. А учитывая, что с каждым из своих коллег мы в еженедельном режиме точно встречаемся, иногда даже чаще получается так, то есть в формате один на один с каждым из членов правительства я в течение недели обязательно встречаюсь и те замечания и претензии, которые есть, мы очень подробно обсуждаем. Екатерий Юрьевич, а если вот с простыми понятиями оперировать, основная проблема ваших подчиненных, не всех, это что, это лень, это некомпетентность каких-то вопросов, это отсутствие целеустремленности, понимания какого-то? Профессиональное выгорание, может быть, за это время случилось с кем-то? — Понимаете, есть проблемы, которые носят такой общий характер, системный характер, и, собственно говоря, есть целые отрасли или сферы, где в целом по стране серьезные проблемы, да, то есть, ну, там, назовем, ЖКХ, ну, вот вы откроете любую газету, включите любой телеканал, поставьте любую радиостанцию, обязательно жилищно-коммунальное хозяйство в любом из регионов страны обсуждается с неким там негативным подтекстом, или это проблема управляющих компаний, или там ресурсоснабжающих организаций, или проблема высоких тарифов, и, соответственно, есть системные проблемы отрасли, но это не означает, что можно, значит, развести руками, сказать, ну, это вот не мы такие, жизнь такая, да, то есть, понятно, что помимо общих проблем или общих ситуаций, есть работа каждого конкретного руководителя. Здесь я не думаю, что в составе правительства есть люди некомпетентные, то есть, как раз с точки зрения компетенции вопросов нет, но любой член правительства – это руководитель достаточно высокого ранга, который несет ответственность за тех своих подчиненных, за те органы исполнительной власти, которые он курирует или руководит, за те учреждения подведомственные, предприятия, которые находятся в его ведении. Поэтому часто бывает так, что попадает там членам правительства за те ошибки и за те недочеты, которые связаны с деятельностью структур, которые они курируют. Поэтому сказать, что это личный их прокол, скорее нет. То есть, в то же время человек отвечает, несет персональную ответственность, ну, как в ситуации с промпарком, да, по рации развития Кировской области, да, опять же, много было сложных вводных, да, там, менялись сроки, менялась там ситуация с подрядчиками, да, то есть, но, тем не менее, тот же Георгий Николаевич несет там персональную ответственность за реализацию этого проекта. То есть, никто там не предполагает, что он лично там должен на стройке, значит, класть кирпич. Ну, это не самое эффективное использование труда. Депутаты Заксобрания говорят, накажите Мачехина, пусть кладет кирпич на стройке. Неделю. Неделю. Я, еще раз говорю, не думаю, что это будет самое эффективное использование Георгия Николаевича. Но, то есть, поэтому, еще раз говорю, проблемы, они там могут носить разный характер. Есть, конечно, я здесь не исключаю и такой вариант, что есть некое перегорание, или, может быть, временное перегорание людей. То есть, в конечном итоге, у каждого человека есть некий предел его возможностей по работе, особенно, если человек долго работает в системе органов госвласти, есть некая усталость, может быть, некая, как, знаете, глаз замыливается, значит, некое, может быть, притупленное восприятие обратной связи. Это профессиональные болезни. Они существуют у всех, они существуют в федеральном уровне, они существуют в разных регионах, и это не является какой-то особенностью членов правительства Кировской области. Поэтому наша задача просто вовремя на эти процессы реагировать, там, где есть возможность подсказать, откорректировать работу, придать новый импульс, делать эти действия. Там, где такой возможности нет, мы принимать кадровые решения. В общем и целом, понятно, как нужно работать со своей командой, из ваших слов. Правильно я понимаю, что действительно команда сложилась за эти пять лет? Потому что с вашим приходом сюда приехало в нашу область много людей, которых называли варягами, стали ли они нашими? Ну, достаточно посмотреть биографию. Эти самые варяги теперь они кировские, наши, свои, ваши, это члены вашей команды. И много варягов вы можете назвать? Ну, вот из тех, кого причисляют, к варягам, это Щерчков, Запольских, Матвеев, Лебедев. Все верно. Да, просто мы уже тогда говорим не только о членах правительства, но и о руководителях органов исполнительной власти, коих у нас сорок, то есть вот вы назвали четверых там, да, то есть сорока. Мы сейчас о команде вашей говорим и хотим понять, сложилась ли она, из кого она сейчас состоит? Команда в Кировской области, прежде всего, это жители Кировской области. То есть если говорить о людях, которые приехали, их в процентном соотношении крайне небольшой состав. То есть не странно вообще, что вы упоминаете Щерчкова Сергеевича, который, знаете, родился в Кировской области. Ну и школу здесь закончил с серебряной медалью, да, то есть я в конечном итоге уехал только на учебу в университет в Пермь, то есть я уже повернулся сюда. Поэтому на самом деле никакого такого перебора, что называется, по там варягам, экспатам или как угодно там можно называть, нет. То есть, ну и в конечном итоге те люди, которые здесь приехали, живут здесь, рожают детей здесь, значит, да, как, допустим, тот же Лебедев Кирилл Сергеевич, руководитель департамента социального развития, мне кажется, они уже в гораздо большей степени кировские, чем иногородние. — Наверное, пора вопрос задать, да, с нашего сайта хакиров.ру уже в подведении вот итогов работы губернатора. Сообщение под заголовком «Уистока». Мы через несколько, буквально через две минуты должны уйти на рекламу. Прошу вас ответить, да, максимально коротко. Изменились ли принципы и идеалы Никиты Белых за вот эти годы работы губернатором? — Ни принципы, ни идеалы Никиты Белых не меняются. То есть, знаете, у меня есть такой принцип, изменить себя, не изменяя себе. Мы понимаем, что внешняя среда, объективные обстоятельства вынуждают нас корректировать что-то в себе, да, какие-то моменты, там, собственных подходов, элементов, возможно, менять. Но принципы у меня не менялись, и они, надеюсь, меняться не будут. Это, в общем, достаточно легко установить, проследив просто мои какие-то принципиальные заявления, позиции, которые случались. Как раз внешняя среда может меняться. Я напомню, что я, допустим, выступал за выборность губернаторов тогда, когда это было, мягко скажем, непопулярно. И когда общая государственная политика говорила совершенно об обратном. То есть, я последовательно говорил о том, что я считаю, что люди имеют право выбирать руководителей своих регионов. Так получилось, что сейчас это в тренде. То есть, у меня позиция-то, она не изменилась, она такая и была. Точно так же, если проследить все основные подходы, идеалы, как вы говорите, и жизненные принципы, они у меня не менялись. Спасибо. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и вернемся в студию. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот». Светлана Занькова, Владимир Сметалин и наш сегодняшний гость, губернатор Кировской области Никита Юрьевич Белых. Предлагаю ускориться прямо даже напрямую в темпе речи каждого из нас, потому что вопросов действительно очень много. Одним из достижений вы обозначили достройку крупных объектов. И у нас есть вопросы на сайте, которые касаются крупных объектов не только достроенных, но еще и тех, которые собираются построить. И здесь можно было бы сказать об отношении к спорту в нашей области, насколько важно развивать этот спорт. Вопрос был, безусловно, об отношении к строительству терраспорта. И я думаю, что здесь имеет смысл поговорить коротко и вообще о значимости этих крупных объектов. Потому что вызывает у некоторых людей... Кто-то... Общество разделилось. Кто-то категорически Зай говорит, что это замечательно, это очень важная вещь в развитии культуры человека и общества. А кто-то говорит, что зря, зря все это дело. Не нужно этого делать. Честно говоря, я не видел тех, кто выступает против строительства спортивных объектов вообще. То есть здесь как раз ситуация, которая характеризуется поговоркой «аппетит приходит во время еды». Я помню хорошо ситуацию пятилетней давности, когда, общаясь по инфраструктуре спорта, были фразы о том, что нам хотя бы достроить ледовый дворец в Чепецке, и там все будет хорошо. Сейчас, когда строятся физкультурно-оздоровительные комплексы в районах области, там помимо ледового дворца в Кирове-Чепецке, в самом Кирове, там достроен дворец Сединоборск, который активно эксплуатируется. Построен бассейн, значит, в ближайшее время будет сдан ледовый каток, крытый напротив метра, который строится, значит, там большая, там, на самом деле, грандиозная стройка в Перекопе идет лыжно-биатлонного комплекса. Если говорить про задачи, которые стоят и которые уже имеют достаточно четкие очертания по реализации в Кирове, легкотлетический манеж со стадионом, есть принципиальная договоренность с «Газпромом», то есть строительство этого объекта в рамках программы «Газпром детям» после завершения бассейна. Есть задача, идея строительства ледового дворца в самом Кирове, потому что у нас именно дворца как дворца, ледового в областном центре нет. То есть все это, еще раз говорю, пять лет назад казалось какой-то там несбыточной мечтой, которую никогда... Мы сейчас на полном серьезе обсуждаем вопросы, связанные с созданием спортивного интерната с общежитиями для того, чтобы привлекать спортсменов из области молодых, талантливых. То есть здесь работа ведется и ведется очень активно. Что касается проекта «Терраспорт», я слежу за тем, как идет общественная дискуссия по этому поводу. Насколько я опять же вижу, нет тех, кто говорил бы о том, что не надо строить объекты вообще. То есть речь идет о том, в каком месте они должны быть... — Стройте, говорят, но стройте где-то. — Да, значит, ну здесь, мне кажется, люди забывают о том, что эти спортивные объекты, которые мы собираемся реализовать в режиме вот такого государственно-частного партнерства, то есть когда этот объект, бассейн со спортивными залами, которые планируется строить, будет использоваться и для занятий спортом детей, которые учатся в школах, расположенных неподалеку, да, и в этом плане строить объект где-то на окраине. То есть, пардон, тогда мы не решаем вопросы обеспечения спортивными занятиями этих школьников. Во-вторых, когда мы говорим о том, что таким образом якобы не уважается память предков, то есть я сам некоторое время жил недалеко от этой площадки. Вот, знаете, мне кажется, что разбросанные бутылки, значит, на этом пустыре и хлам, который там находится, гораздо больше неуважения к памяти предков, чем, собственно, строительство современного объекта, который находится достаточно отдалении от самого мемориала. Поэтому, тем не менее, меня устраивает, что дискуссия вышла в некую плоскость конструктивного обсуждения, где каждый из сторон может приводить свои примеры. То, что споры возникают, для нас это не новость. Я хорошо помню, когда мы строили бассейн, значит, там в Кочевском парке, точно так же были люди, которые говорили, что нельзя, мы здесь гуляем, то есть не надо строить. Сейчас, там прекрасно, я там сам, поскольку в бассейн хожу, вижу там молодых мам, которые с колясочками ходят по облагороженной территории, вижу ребят, которые занимаются, значит, не только в бассейне, но и там рядом на объектах воркаута. Вот, и таких как бы претензий не вникает. Более того, я напомню, когда строился библиотека имени Герцена, то есть вот этот пристрой, да, какие были митинги по поводу того, что, непонятно, вы здесь будете чуть ли не бордель устраивать, значит, или стоянку для машин. Точно так же были митинги, пикеты и прочее. Сейчас эта библиотека функционирует, все довольны, всех все устраивает. Это жизнь. Да, вот смотрите, общественное обсуждение, которое вы упомянули по проекту Терроспорт, выход недовольных на улице, митинги, пикеты, общественные обсуждения, вот гражданский форум у нас прошел, акции протеста проходят, по паркам, например, были, да. Вот это все, этого всего стало в регионе больше, в городе такое уж точно. Как вы считаете, это хорошо или плохо? Является ли это проявлением гражданского общества? Это не хорошо, не плохо, это нормально. Это нормальное состояние гражданского общества. То есть гораздо хуже, когда это недовольство или какие-то активности накапливаются внутри и потом прорываются наружу в виде каких-то революционных проявлений. То есть это вам не мешает работать? Конечно нет. То есть гораздо правильнее и удобнее, когда вот такая гражданская активность имеет четко понятные каналы. То есть когда ты понимаешь, что если люди недовольны, они об этом могут сказать, а не затаить это в себе и потом, собственно говоря, в виде сюрприза некоторого выкатить самый неподходящий момент. Пожалуйста, есть главное условие, это соблюдение закона. То есть, пожалуйста, там те же пикеты, митинги, в рамках, которые ограничены законом, они достаточно лояльные и гибкие, но, собственно говоря, некоторые пытаются их нарушать. То есть тут, конечно, позиция государства и правоохранительных органов должна быть достаточно жесткой, но, слава богу, у нас до каких-то таких инцидентов, которые в ряде регионов проходят, связанные с какими-то задержаниями, такого не было, и надеюсь, никогда не будет. Сейчас я добью тоже этот вопрос. Когда проходят эти митинги, и особенно последние общественные обсуждения, мы видим в публикациях, в новостях, в комментариях экспертов, что многие партийные деятели, общественные деятели, которые такими являются или только себя называют, используют это в своих интересах, в том числе и политических. Это неизбежно? С этим нужно смириться или с этим нужно бороться? Бороться с этим не нужно, пусть используют. Ну, то есть в конечном итоге у любых политических деятелей, в отличие от общественных, чем общественная деятельность отличается от политической? Политическая деятельность — это борьба за власть. Общественная деятельность — это не борьба за власть. Поэтому политическая деятельность, она находит свое выражение, свою квинтэссенцию во время выборов. То есть, собственно говоря, каждый человек во время выборов, неважно, в городскую думу, губернаторов, законодательное собрание, может в рамках своей работы с избирателями говорить, что он сделал, что он собирается сделать, и, собственно говоря, рассчитывать на ту или иную поддержку со стороны избирателей. Ну, а выборы у нас не загораемы. Вот у нас, кстати, есть на сайте вопрос от Толика. Он пишет, серьезно ли вы относитесь к амбициям Сергея Мамаева относительно губернаторства? И у нас тоже еще был такой вопрос, Никита Юрьевич, конкретно от меня, некоторые считают, многие эксперты так считают. Я даже в какой-то части поддерживаю, что, ввязавшись в судебный тяжбе с Сергеем Павленовичем, вы его рейтинг раздули, как пузырь он просто надувается. Нужно ли это было делать? Вы прекрасно, наверное, понимали, что популярность возрастет вашего оппонента. Может быть, не думал тогда об этом, Никита Юрьевич. Как сейчас ощущаете? Стоило ввязываться? Вопрос дискуссионный. Ну, во-первых, никакой рейтинг не растет. То, что больше об этом говорят, не означает, что больше людей того или иного человека поддерживают. Потому что, если бы по этому принципу, то у нас тогда президентом страны должен быть Филипп Киркоров или еще кто-нибудь. Что касается позиций, то есть можно или вообще никак не реагировать. Тогда, собственно говоря, в рамках общения с журналистами и в каких-то иных кругах будет вопрос, а почему вы не реагируете? То есть вы согласны, что ли, с теми обвинениями, которые предъявляются или нет? Соответственно, когда реагируешь, то есть возникает позиция, зачем вы реагируете, тем самым поднимая на определенный уровень дискуссию. Ну, опять же, я же не реагировал достаточно долго. То есть пока уже просто некие заявления уже не перешагнули те или иные границы. И, собственно говоря, вышли уже за пределы разумного. То есть если вы посмотрите сейчас аргументацию, которую Сергей Павловичу в своей защите, то он же говорит, что я же ничего лично против Никиты Юрьевича не имею. То есть я высказываю свое мнение. То есть там же вопрос, содержательное обоснование тех претензий, которые предъявляются, уже там давно не ведется. То есть, собственно, потому что нельзя белое назвать черным, а черное – белым. То есть, понимаете, когда регион с его приходом стал вымирать. Данные статистики по демографии, такого роста рождаемости за последние пять лет, не было последних до двадцати и так далее. Насколько лично глубоко вы восприняли эти претензии? Слушайте, понимаете, у меня опыт политической деятельности немного больше, чем у Сергея Павловича. То есть вы закалены уже. Причем я участвовал в компаниях настолько серьезных и жестоких, которые ему не снились и, надеюсь, там сниться никогда не будут. То есть поэтому здесь меня чем-то удивить в рамках политической борьбы сложно. То есть то, что происходит здесь, это очень мелкотравчатые разборки, которые не заслуживают какого-то обсуждения. Реагировать на них надо. То есть, ну, собственно, в тех рамках, которые определены законом, в том числе и через судебные тяжбы. У нас завершается первая половина программы «Дневной разворотся». Напомню, что в гостях у нас сегодня губернатор Кировской области Никита Белых. Далее у нас новости. И в полном составе, в том числе с Никитой Юрьевичем, мы вернемся в студию. Продолжение следует...